Олег, извините, я вот журналист медиагруппы Адвокат Консалтинг. Могли бы вы дать несколько комментариев? Вот сегодня судебное заседание. Да, я могу дать комментарии. Пожалуйста. Я общаюсь только с честными журналистами, они с такими продажными выродками, а не с такими продажными выродками, как вы. Вы же обещали... Ну вы переходите на язык оскорблений. Нет, это констатация фактов. Нет, подождите, констатация фактов, что вы же помните, вы же напали на журналистов. Препятствовали журналистской деятельности, здесь мои конкретно. Да, который просто врал. В чем я врал? Про то, что я на него напал. Я врал, что вы на меня напали? Олег, ну так вы сейчас же просто бессовестно врете. Понимаете, я вам объясняю, товарищи. Я общаюсь и честными журналистами с продажами... Ну вот у вас другие журналисты, Олег, другие, считай. Ну вы с этим журналисты? Нет. Не, а можете вот прокомментировать, почему именно был перенесен в судебные процессы, когда следующее? Все комментарии в суде, все понятно. Ну как в суде? Суд вам секретарь судебного заседания объяснит. А когда следующее судебное заседание? А когда следующее судебное заседание? Олег, извините, а можно вопрос? А вы все это время находились в Киеве? Это его личный продавец. Ну именно, что вроде бы Нардеп Паруби за вас поручился. Видели фотографию, вы там на Евромайдане. Олег, это не фотошоп был. Не можете сказать? Я же вам объяснил. Я общаюсь с честными журналистами. Ну так вот у вас есть такая счастливая возможность. С продажными выродками не по-настоящему не общаюсь. Но это у вас там возможность, когда в АТН вы заходите, тогда не общайтесь с ними. С продажными выродками я не общаюсь. Ну вот вы на язык оскорблений переходите. Нет. Так я же писал на вас заявление, вы знаете? Да, конечно. Когда вы напали и препятствовали журналистской деятельности. Это вас... Ну ладно. Так, когда следующее судебное заседание? Ну, знаете, все это не туда. Спасибо.